Борис Дубровский представил потенциал Челябинской области странам Шоссе-Брикс. Губернатор рассказал о благоприятной среде для предпринимателей и тут же получил предложение. Машиностроители из Башкортостана хотят работать с южноуральскими коллегами, а бизнесмены из Китая мечтают попасть на Челябинский рынок. Это первые результаты работы Бориса Дубровского в Уфе на международном форуме, посвященному малому бизнесу. Подробности у Светланы Сычкаревой. Добрый день. Шоссе и Брикс. Только Россию представляют 51 регион. Свою речь перед потенциальными инвесторами Борис Дубровский начинает с рассказа об удобной логистике Челябинской области. Регион включается в строительство высокоскоростного пути. Москва-Пекин с проектом Челябинск-Екатеринбург. Екатеринбург-Челябинск. У нас там 200 с небольшим километров между нашими двумя городами. Это часовая доступность при высокоскоростной магистрали. Мы считаем, что это позволит нам сформировать большую агломерацию Челябинск-Екатеринбург. И сейчас вот я, кстати говоря, у меня тут вот сразу такая импровизация. Думаю, не мешает нам ничего подумать об этом и с Уфой, и замкнуть этот треугольник. Мы за нас. Предложение Южноуральским. Они понимают, что в Челябинской области очень высокие компетенции в части машиностроения, обработки, металлургии. И они хотят, чтобы часть деталей, часть узлов производилась для их конечных продуктов, производилась в Челябинской области. Сразу после официальной части Борис Дубровский отправляется изучать конгресс-холл. В нем в июле проходил саммит ШОС в Уфе в роли экскурсовода Рустем Хамитов. Здесь больше никого не пускают в главы государства, и за ними там по 5-6-7 человек. Изучают площадку для ШОС губернатор не случайно. Вполне возможно, что через 5 лет такая масштабная встреча состоится и в Челябинске. К этому событию южноуральские власти готовы построить новый аэропорт, возвести конгресс-холлы и 5-7 гостиниц. Свеклана Свечкарева, ОТВ